Кайф, наслаждение, отдых. Необычно, дико, экстремально. Пирода, ветер и пейзажи. Это была сказка. Я успел побывать в Амстердаме и в Гаге. Ликявик, ну и остальные города. Вик, Сельфос, и там я не буду говорить сложные названия очень. Варшава, Стокгольм, Осло, Киев, Пинск. Осло, Варшава, Рига, Юрмала, Прага. Завтра еду во Флоренцию. Ну, я попал в самые праздники, поэтому там было миллион, миллион, миллион людей, туристов. И, в принципе, ну, блин, Амстердам просто оказался таким, каким он всегда кажется, когда смотришь на картинки. То есть все эти каналы, эта архитектура, люди там невероятно просто приветливые. Это просто сказка. Столько говорят про Осло, как будто бы нужно чего-то ожидать невероятного. А на самом деле такой самый обычный город. Сделанный в виде айсберга театр, который очень красивый, находится он на воде. И возле него еще находится ресторанчик очень красивый. Я скажу первую мысль моего брата. Вот это было смешнее. Он сказал, что Исландия сверху похожа на коровью лепешку одну. Потому что там все такое черное, понимаете. Очень много туч, ну, нету зелени, там нет лесов. Это вот то, что удивило. Каждый день был, как минимум, с одним таким грандиозным событием. То есть в один день это был музей Мадам Тессо. В другой день это была Амстердам-арена. В другой это был музей Ван Гога. И, ну, в Гаге музей коммуникации, своей великолепной историей про бесплатный проход. Это просто, просто вишенка на торте. Прага больше мне понравился. И я хочу возвращаться снова и снова. Даже знаю почему. Просто какой-то самой атмосферой города, ну, очень проникся. И мне очень понравилось. Черный пляж Иринис-Фиара в деревне Вик. Вот. Он меня прям, не знаю, захватил. И мне там очень понравилось. Хоть там и был ветер, где-то 50 км в час. Там просто полностью сдувало. И плюс в этом городе постоянно плохая погода. Вообще дождь идет. Но они у меня вызвали, ну, не знаю, у меня вызвали самые такие эмоции. Ну, я в 11 часов вечера не знала, где мне ночевать. Ну, здесь все улыбаются. Такие отзывчивые, добренькие и хорошенькие. Все, несмотря на плохую погоду, одеты очень, я бы сказала, холодно. Допустим, вот я была в байке, в мастерке и в куртке. Они могли ходить, там, не знаю, в майке. То есть для них это совершенно нормально. А так, я думаю, как и во всех скандинавских сторонах, они все очень улыбчивые, беззаботные и медленные. Если судить по тому, что, скажем, работники, то есть, понятно, что они будут местные, скажем, всякие продавщицы, просто невероятно приветливые, улыбаются, поинтересуются даже, как у тебя дела, пока они тебе кофе делают. У всех очень хороший английский. У всех. Я бы здесь, ну, ни в какой другой стране, заговорив с пожилым человеком, я бы не ожидала получить действительно связанный, практически грамотный ответ. А там у всех такой был. И они спокойно, ну, подбирали меня, когда я голосовала на дороге. Ну, единственное, что, не знаю, могло случиться, это какие-то проблемы, возможно, с машиной, потому что мы снимали, арендовали машину, но, к счастью, не знаю, ничего такого не было. Я иду по городу уже, где-то, может, часов в пять. Мой хостел далеко, у меня телефон почти разряжен, я не знаю, как до него добраться, как я куда-то берусь. Я просто думал, что если у меня сейчас не будет зарядан телефон, я просто потеряюсь в этом городе, потому что я был первый день и просто не знал, куда идти. Я думала, найду пока-восчеркингу кого-нибудь, а никто мне не отвечал. Все время заливал дождь и уже казалось, что ничего нормального не произойдет. Студенческие годы путешествуют здорово, потому что ты еще молод, энергичен и гораздо более ярко воспринимаешь все свои приключения, и все новые города оказываются для тебя чем-то необыкновенным и удивляют каждый по-своему. Ну, я думаю, что это развивает в первую очередь, а студенческие годы — это самый подходящий момент для саморазвития, вот, ненужности это вместе. Ну, это дает тебе возможность понять, как все устроено в остальных городах, потому что, когда ты взрослеешь, ты постепенно обрастаешь этим конформизмом и консервативностью, и тебе уже не хочется что-то пробовать. А студенческие годы — ты легок на подъем, гонишься за впечатлениями и понимаешь, как это вообще работает в остальном мире. Субтитры создавал DimaTorzok